С повышением цен на газ сложности для владельцев авто с газобаллонным оборудованием не заканчиваются. Улжас Бектенов поручил ужесточить требования к такому транспорту. Причиной этому послужило увеличение количества нарушений. Экспертное сообщество, согласно с такими мерами правительства, отмечает, что найти качественный сервис по установке газобаллонного оборудования в стране тяжело. К тому же казахстанцы готовы пересаживаться на электромобили, о развитии которых также сегодня сообщили в правительстве. Все подробности у Жанат Турсынова. Требования к автомобилям на газу снова ужесточаются. При установке газобаллонного оборудования водители очень часто нарушают закон в этой сфере. А с количеством автомобилей растет и количество нарушений. К примеру, в прошлом году на газ перешло 582 тысячи машин, что больше на 18% по сравнению с 2022 годом. Каждое неправильно установленное оборудование потенциально несет угрозу жизни казахстанцев. Премьер-министр поручил ответственным ведомством усилить проверки и требования к автовладельцам. Газбен жюретін автомобиль санының жыл сайын өсіпкеле жатқанын ескеле отырып, газ баллонды жабдықты орна түкезінде, заңнаманы бұзу фактлерінің саныды артып келеді. Мұндай жағдайлар азаматтардың өміріне қауп төндіреді. Сондықтан, Ишкестер және энергетики министрліктеріне, көлікті, қайта жабдықтау және техпаспорт та тиісті белгінің болмауына байланысты, көрінің бізді. С этим поручением Биктенова согласны и експерты. По словам Арсена Шаковуа, в Казахстане мало качественных сервисов, которые могут правильно установить газобалонное оборудование. В большинстве своем это происходит из-под полы. К тому же лицензирование этих сервисных точек может привлечь дополнительные деньги в экономику. Есть службы, которые, ну, сервисы, которые подпольные, да, поэтому к ним нужно, наверное, применять лицензии. Несмотря на ужесточение правил, казахстанцы все еще будут ездить на газе, уверен Шакуов. Просто потому, что цена на этот вид топлива намного выгоднее остальных. В то же время министр энергетики Алмас Адам Садкалиев сообщил, что газа на всех автовладельцев не хватит. А значит, рано или поздно им придется использовать другое топливо. В планах правительства развивать сферу электромобилей. Однако необходимо правильно подготовиться к этому переходу, считает Шакуов. Казахстанцы в большинстве своем готовы пересесть на электроавто. Вот только главный вопрос – хватит ли в стране электроэнергии для обслуживания этих машин и сможет ли АЭС, строительство которой сейчас обсуждают, обеспечить нужное количество? Жанат Турсынов, Атамикен Бизнес.